Эфир телеканала Россия 24 продолжает рубрика интервью и сегодня гость нашей в студии заместитель министра, начальник следственного управления МВД по республике Хакаси Андрей Исаенко. Здравствуйте, Андрей Григорьевич. В этом году исполняется, в 2016 исполняется 5 лет с момента назначения вас заместителем министра и вот начальником следственного управления МВД Хакаси. Какие изменения произошли в деятельности следственных органов МВД и, может быть, какие-то новые традиции появились? Добрый день, еще раз спасибо за вопрос. Надо сказать, что 5 лет это не совсем большой отрезок времени, хотя за этот период времени и прошли элементы оптимизации нашей работы, и мы прошли даже частично сокращение штатной численности нашего личного состава. И, конечно, те традиции, которые были заложены до моего прихода, они только укрепились. Это, безусловно, качественный и профессиональный кадровый состав, это подготовка специалистов по направлениям деятельности. Ну и, конечно, объективно так сложилось, что появились новые традиции. Вот в 2013 году органы предварительного следствия праздновали юбилей, 50 лет с момента создания этой службы в системе МВД России. И мы провели ряд мероприятий, которые посвящены этому юбилею. И нашими сотрудниками инициативно было засажено несколько аллей деревьев, мы посадили в Белом Яру аллею такую, посадили деревья в одной из школ города Абакана. Вот я думаю, что эти традиции мы продолжим, потому что сажать деревья – это хороший человеческий поступок, за который, наверное, можно гордиться не только своим сотрудникам, но, может быть, даже их родственникам. Ну и, безусловно, мы много уделяем внимания нашему основному виду деятельности, нашему профессиональному обучению, поддержанию качественного состава, личного состава. И, безусловно, обучаем наших сотрудников по направлениям деятельности. Ну а как Вы оцениваете работу своих подчиненных в прошедшем году и какие ставите задачи на будущее? Ну задачи, которые перед нами стоят, они сформулированы в директивных документах МВД России. Это хорошее качество расследования, то есть нам нельзя ошибаться, потому что предметом расследования всегда являются какие-то жизненные обстоятельства, в которых напрямую заинтересованы многие граждане Российской Федерации. Кто-то потерпел от преступлений, кто-то, наоборот, совершил преступление, надеется на справедливое правосудие. Поэтому от следователя зависит качественно, быстро и, самое главное, законно собрать доказательства для того, чтобы это уголовное дело было рассмотрено в суде. Мы уделяем очень много времени быстрому расследованию, потому что это все-таки касается оптимизации. Меньше сроков расследования, меньше денежных средств потрачено из бюджета. Ну и, безусловно, мы уделяем очень много внимания росту нашего сотрудника, как и в образовательном плане, так и чтобы наши сотрудники посмотрели условия службы и в других регионах. Для этого они направляются в ведомственные вузы для повышения квалификации. Мы активно привлекаем вообще в нашу работу других специалистов, это и эксперты-криминалисты, это специалисты в других направлениях деятельности. Поэтому задачи сформулированы таким образом. Быстро, качественно провести расследование, не нарушая законности. Но это получается у ваших подчиненных? Ну, надо сказать, что не все и не всегда получается. Но наш коллектив является одним из наиболее стабильно работающих и в Сибири, и в России. Это оценивается и по ведомственным показателям. Ну, и надо сказать, что многие наши сотрудники получили поощрения, которые были проведены приказами как министра внутренних дел по республике Хакасия, многие отмечены поощрениями, правами руководства МВД России. Поэтому я думаю, что в целом коллектив сработал удовлетворительно и в прошлом году, и в течение последних пяти лет. Ну, а что вы можете сказать о структуре расследуемых Хакасий преступлений? Что чаще всего у нас совершается? С чем вам приходится сталкиваться? Ну, наверное, надо отметить, что вообще органы предварительного следствия системы МВД расследуют свой сегмент преступлений, который определен законом. Это принцип подследственности, ведомственной подследственности преступлений. Поэтому, если в цифрах, можно сказать так, что следователями МВД из всех расследуемых дел 70% расследуются нашими специалистами. Вот, ну, наиболее часто встречающиеся – это различные формы хищения. В основном это, конечно, кражи. Это кражи из квартир, это кражи насильных вещей из одежды. Ну, различного вида есть такие преступления. Ну, порядка, наверное, больше, чем половина как раз составляет хищение. Но это, можно сказать, что это сложные для расследования преступления или раскрываемость высокая, процент раскрываемости? Ну, процент раскрываемости выше среднероссийского у нас в настоящее время на территории республики. Я думаю, что это результат работы не только процессуальных подразделений, следователей, дознавателей. Это наш общий труд совместно с оперативными сотрудниками. Это, безусловно, большой вклад в эту работу вносят участковые полномоченные полиции, которые напрямую с гражданами работают. Поэтому сказать, что это исключительно наша заслуга, ну, наверное, это будет не совсем корректно и несправедливо по отношению к нашим коллегам. Но что нам получилось добиться – это снижение количества совершенных преступлений по направлениям деятельности. Так можно сказать, что в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, почти на четверть снизилось количество грабежей, которые совершены у нас на территории республики. Почти на 7% снизилось количество краж скота. Почти на 3% снизилось совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По дорожно-транспортной ситуации, ну, наверное, больше внимания уделяется тем происшествиям, которые связаны с причинением вреда здоровью. Это как раз те происшествия, которые по составу образуют преступления. Надо сказать, что почти на 46% меньше дорожно-транспортных происшествий с таким последствием. То есть можно сказать, что динамика преступности, она сейчас складывается положительно. Посмотрим, прогнозы на 2016 год, в принципе, показывают, что мы ожидаем снижения вообще уровня преступности. Но надо сказать, что каждое преступление индивидуальное, поэтому нам, наверное, меньше работы не будет. Ну, а что касается мошенничества различного рода, вот такие преступления сейчас выявляются, и все чаще мы о них слышим, видим. Какую часть они занимают? Какую часть жизни вашего ведомства? Ну, вы правильно заметили, научно-технический прогресс всегда имеет, кроме положительной стороны, еще и отрицательные. Преступники тоже не стоят на месте и, безусловно, пользуются уже новыми средствами совершения преступлений. Ну, для всех не секрет, что очень много у нас потерпевших от так называемых телефонных мошенничеств. Когда приходит СМС непонятного содержания с просьбой перечислить те или иные средства на различные счета, это и Киви-кошельки, и перечисление на абонентский счет телефонного номера, на расчетный счет банковского вклада. Ну, к таким сообщениям надо всегда критически относиться любому человеку. Надо сказать, что любое непонятное перечисление денежных средств – это где-то шаг к преступлению. Не будьте такими наивными и, безусловно, надо быть бдительным, не поддаваться таким угрозам мошенников. Ну, такие уголовные дела, они осложняются тем, что, как правило, преступники находятся за пределами Хакасии. Путем различных коммуникаций и телефонным сообщениям, телефонным соединениям, где-то через средства интернета они выходят на потерпевших. Как правило, они наугад выбирают свою жертву. Ну, и там, кто идет у них на поводу, пытаются, как говорится, отобрать денежные средства различным способом. Ну, хочу сказать, что Следственное управление МВД по республике Хакасия имеет успешные результаты по расследованию этих дел. Может быть, если будет больше времени, конечно, тогда можно тематически рассказать о наиболее значимых делах, рассказать о защищенных людях. Ну, раскрывать тайны, как мы расследовали эти преступления, я не буду, для того, чтобы, первое, чтобы не показать, насколько мы успешно противоборствуем преступникам. Ну, и самое главное, не сподвигнуть на то, что кто-то может еще воспользоваться этим алгоритмом и обмануть наших сограждан. Ну, я так понимаю, что в расследовании таких дел очень важно сотрудничество с коллегами из соседних регионов. Вот эта система у вас отлажена, то есть проблем с этим нет? Да, безусловно. Наша работа связана не только с проведением следственных действий на территории Хакасии. Наши следователи постоянно, даже, можно сказать, часто выезжают в командировки в другие регионы. Наши коллеги там обеспечивают нормальное проведение следственных действий, предоставляют рабочие места, технику, срезы. Средство, автотранспорт. Ну, вот мы действуем сообща, задачи одинаковые. Но, учитывая территориальность, все-таки это один из принципов уголовного судопроизводства, конечно, не совсем легко это сделать на территории другого субъекта. Но, по крайней мере, в нашем ведомстве налажено хорошее взаимодействие и нам помогают. Ну, надо сказать, что точно так же мы относимся к нашим коллегам, которые приезжают к нам, ну, не в гости, а поработать. Но кадры решают все. Это про вас? Про ваше ведомство? Безусловно. Вообще, давно уже известно, что Министерство внутренних дел России является не только определенным ведомством, которое занимается выполнять свои задачи и функции. Сотрудники, которые проходят или прошли уже свою службу в Министерстве внутренних дел, они по своим личным характеристикам готовы трудиться и по другим направлениям деятельности. Ну, яркий пример – это очень много наших коллег, которые перешли в другие ведомства, и в прокуратуру, и в судебный корпус. Очень много в адвокатском сообществе наших сотрудников, которые, уйдя на пенсию, все-таки продолжили защищать конституционные права граждан. Но хочу сказать, что не только по юридической специальности трудятся наши коллеги. Многие являются законодателями, то есть представительные органы власти и республики, и в других регионах добросовестно несут свои обязанности. Поэтому кадры решают все, наверное, про наше ведомство, можно так сказать. Ну, а много желающих стать следователями, и какие требования предъявляются к будущим работникам, скажем так, к будущим сотрудникам? Ну, если сухо ответить, то закон предусмотрел требования, которые предъявляются к гражданам, которые являются кандидатами, ну, то есть хотят у нас проходить службу. Это, безусловно, наличие определенного образования, ну, на различные должности, на различные направления деятельности оно разнится. От среднего общего образования до наличия специального высшего образования. Необходимо, безусловно, иметь здоровье, хорошее здоровье, да, проходят тестирования. Если здоровье позволяет служить в нашем ведомстве, хочу сказать, что многие сотрудники у нас проходят службу и в горячих точках, то есть поддерживают конституционный порядок на территории Кавказа и в других регионах. Вот, поэтому здоровье серьезное требование, которое необходимо соблюсти. Ну, и по морально-деловым качествам сотрудник должен готов нести службу в органах внутренних дел. Ну, а вообще принципиальное, конечно, требование – это быть законопослушным. Нельзя требовать от кого-то исполнить закон, если самого не исполняешь. Поэтому все кандидаты должны, безусловно, быть законопослушными. Не иметь судимости, не совершать административных правонарушений, соблюдать закон. Спасибо, Андрей Григорьевич, за интересную беседу. Напомню, сегодня гостем нашей студии был заместитель министра, начальник следственного управления МВД по республике Хакасия, полковник юстиции Андрей Григорьевич Исаенко. Субтитры создавал DimaTorzok